Приветствую вас. Ваш текст, он очень сильно похож на просто диалог с самой собой. То есть как будто вы сданы с собой, просто ведёте беседу и собственно всё. Потому что никакого вопроса, например, к психологу я не увидел. В вашем тексте. Такое ощущение, что вы пытаетесь сексуальной ориентацией, да, загнать себя в определённые рамки. Говорят себе, что вот гетеросексуальной я быть должна и могу. А, например, гомосексуальной, да, я быть не должна и не могу. Вот. Это с одной стороны и с другой стороны. Как правильно указал мой коллега, вы, возможно, боитесь мыши-мыши. Боитесь их подпускать, возможно, был какой-то неудачный опыт у вас. И, возможно, из-за этого, возможно, по этой причине ещё вы как-то вот опасаетесь мужчин. Вот. Что касается того, что вы мужественная с девушками, то я полагаю, это то, что вам хочется проявлять и с мужчинами, но то, что вы их себе по какой-либо причине подавляете. Вот. У чего тоже, кстати говоря, есть своё основание, я так полагаю, да. Вот. То есть, непонятен ваш вопрос. Если вы не можете определиться за своей ориентацией, мы за вас это не сделаем. Никаким осознанием, наверное, на данный момент этого не достичь, если только не будет беседы, если не будет работы с вашими чувствами, если не будет работы с вашими эмоциями, с вашим прочным опытом и установками. Понимаете? Вы говорите, что вас тянет к парням, что это за тяга, то есть, конкретно, что это за чувство такое. Вам нравятся парни, хорошо, но какие нравятся парни, чем вам нравятся парни, что вас притягивает в них, на каких основаниях, на каком фундаменте вы выстраиваете с ними отношения. Это очень тоже важные всё моменты, на которые, на мой взгляд, желательно обратить в том числе и ваше внимание. В целом, я не думаю, что можно сомневаться в искажённости и некоторой чрезмерности того, что вы пытаетесь определить свою сексуальную ориентацию. Я думаю, что о важности этого, то есть, о важности определения её и нужно с вами говорить. То есть, почему вы хотите определить свою сексуальную ориентацию, зачем, чего вы боитесь, что вас мотивирует. Вот. Большинство людей являются бисексуальными по своей природе, вот, а их, ну, их, скажем так, ориентированность определяется на санук. То есть, что я должен, что не должен. Либо опытом. То есть, если, к примеру, женщина оказалась травмированной мужчинами, то, естественно, она будет, скорее всего, с девочками, либо с мужчинами, но на совсем другом, в некотором смысле, компенсаторном уровне. Вот. То есть, я поначал разговор именно с того, зачем вам определяться со своей ориентацией, для чего, какое значение вы этому уделяете и что вас мотивирует. Вот. Для этого вы можете выбрать любого психолога на нашем ресурсе и начать с ним непосредственно индивидуальную работу. На этом всё. Надеюсь, что помог вам. Если у вас остались вопросы, пишите в личку, буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Я желаю вам всего самого доброго. Всего удачи.